Значит, мы с вами читали первую книгу Мишны Торо выборочно. Мы обозрели ее структуру определенным образом, прочитали те места, то есть самое начало, которое является самым проблемным, где излагается картина мира согласно Аристотелю «Физика и метафизика». Видели еще целый ряд моментов, которые связывают Мишны Торо с философией. И в заключении нашего обзора Мишны Торо мы прочитаем как раз концовку. Последняя книга Мишны Торо называется «Книга судей». Первая книга знания, последняя книга судей. И здесь как раз в прошлый раз Женя спрашивала. Мы на самом деле про Машеаха читали и в комментарии к Мишне, там уже были высказывания относительно, что такое мессианское время в связи с тем, что в трактате вот говорится, что у всех евреев есть доля в будущем мире. Ну, сейчас не буду воспроизводить это заново. Посмотрим, каким образом Мишну Торо Рамбам определяет вот все эти темы. То, что Мишна Торо заканчивается разговором о Машеахе, в принципе, о царях, о царях, о войнах, которые они должны везти, это, собственно говоря, построение, которое указывает на некую историческую перспективу. То есть историческая перспектива, в конце времен приходит Машеах и как-то все устаканивается более-менее. И в отличие от Мишны, ну, об этом мы тоже говорили, где последние два трактата, они связаны, два раздела, точнее, они связаны с храмовой службой. А вот у Рамбама это вопрос, касающийся Мессии. Это 11 и 12 главы, последние главы книги Судей. И Рамбам говорит следующее. «Придет время, когда взойдет на трон царь Маше, и корона вернется к дому Давида, правившему прежде. Этот царь построит храм и соберет евреев, рассеянных по всему миру. И в его дни вернутся в силу все законы, как прежде, будут приносить жертвы, будут соблюдать все законы 7-го, 50-го годов, по всем правилам, описанным в Торе». Видите, несмотря на то, что речь идет о мессианских временах, но и вот эта тематика, тематика возвращения храмовой службы, она тоже здесь присутствует. Только Рамбам смотрит на это, исходя из исторической перспективы, а не парадигматической, как в Мишне. «Тот, кто не верит в его приход или не ждет его, не только пренебрегает пророчествами Танаха, но и отрицает Тору и пророчество Маширабейну. Ведь засвидетельствовала об этом Тора, как сказано, «И вернет Господь Бог твой, пленников твоих, и утешит тебя, и вернешься, и соберет тебя из всех народов. Если будет изгнанник твой на крови небес, и оттуда соберет тебя Господь, и приведет тебя Господь Бог твой», и так далее. Да, это цитата из книги «Двори» и «Старозаконие», где Моисей говорит о том, что вы будете вести себя плохо, Господь вас из этой земли изгонит, а потом в конце соберет. Ну и здесь вот это высказывание Рамбума, оно почему важно? Он говорит не только пророчествами Танаха, имеется в виду, что в пророчественной литературе действительно достаточно много говорится о Мессии, а вот в Торе, в Пятикнижии о Мессии, собственно говоря, ничего не говорится, там нет такого понятия, то есть оно есть, но оно относится к Машех, это помазанник, вот здесь примечания Мея Левинова, помазанник действительно, и помазанником называют, например, священник он Машех, или царь он тоже Машех, то есть тот, кого помазали на царство или на священство, он Машех, то есть он помазанник. То есть у нас восприятие Мессии как такого-то конкретного человека и так далее, а вообще-то говоря, да, то есть любой священник он Машех, в том смысле, что он помазанник, ну и точно так же любой царь. Но вот этот Машех конца времен, это то, что как бы завершает в каком-то смысле божественный план или сакральную историю. И для Рамбы ему важно подчеркнуть, что на самом деле в Пятикнижии об этом тоже говорится, несмотря на то, что, как вы видите, сама эта цитата такова, что там, в общем, про Мессию ничего нет. Вернет тебя Бог, приведет тебя Бог, это все так, но про Мессию ничего нет. И слова эти подробно объясняются в Торе, включают в себя все, все сказанное последующими пророками. Ему очень важно показать, что в Пятикнижии, в Торе тоже присутствуют указания на Мессию. И дальше он приводит еще целый ряд примеров, примеров из Торы. Например, Белам, который пророчествует о двух Мессиях. И первым из них стал Давид, который вызволил Израиль из рук врагов, а последним станет потомок Давида, который спасет Израиль от сынов Исава. То есть это дом. Понятно, что такого рода постановка вопроса о двух Мессиях. Давид как бы первый Мессия, в таком смысле царь, хотя на самом деле был еще до него Сауль или Шауль, но он не совсем, так сказать, адекватный царь, скажем так. Давид первый адекватный царь и потомок Давида, который спасает народ Израиля от сынов Исава, то есть Исав – это и дом, то есть от христианской культуры с точки зрения Рамбов. И об этом вот он говорит, что сказано в стихах Писания, и мы сейчас не будем разбираться, хотя это само по себе любопытное упражнение могло бы быть, каким образом Рамбом видит в отдельных стихах Писания, где на самом деле явно ничего не говорится про Мессию, он видит тем не менее указания на вот этот самый Мессию. Ну, вы видите, что он приводит много стихов, достаточно, да, и мы этот фрагментик пропустим. Продолжение следует...